Всех приветствую, я Донис, мы продолжаем проходить Dying Light 2, и у нас наконец-таки долгожданная встреча с Джеком и Хуаном в рыбьем глазе, но сначала мы прокачаем снаряжение, я там немножко нафармил, грех не потратить ресурсы, усилитель устойчивости добиваем уже до максимума, усилитель регенерации, О, количество 4 будет дальше, отлично Вот кстати, теперь имеет смысл прокачать усилитель защиты от огня, с этими коктейлями безумными, которые просто ваншотят все вокруг, куплю я его Добиваем аптечки, хотя 12 блин стоит, у меня уже 25 всего осталось, как же не хватает этих ресурсов Давайте посмотрим, что дальше в ножах будет Урон 50, ну... Не, ну 50 это что-то вообще А дальше просто количество 5, это вообще нафиг не нужно Так, секундочку, лекарство уже синее было, а стало зеленое, это как? Как-то странно, не находите? Так, ну ладно, УФ факел еще прокачаем Немножко лучше становится Кстати, смолы не хватает, надо покупать Ну, благо ее по многу продают Спасибо, с тобой приятно иметь дело Взаимно Что тут продается? О, когти ледорубы Шестого уровня, почему шестого? Ты шестой уровень, это такой предельный был На котором все нормально работало Свыше уже сложно найти ресурсы Оружие А враги-то восьмого уровня бывают Так что В идеале надо не качаться выше шестого уровня Ну вот, я нашел гитарный гриф, он шестого уровня, пожалуйста Ты нигде не найдешь магазина лучше моего Так, а что это у нас тут такое интересное Это, по-моему, домик Луан Облутаем-ка его Как она относится к картам небрежно Ножем их режет Я хотела бы стать Вандер Луан Мечтающий Луан, что ли? Или Чудо Луан Ты как Вандер Уумен Чудо Луан, наверное, правильно Вальц Ненависть Но она сказала, что Вальц на втором месте Помните? Виллидор Зачеркнуто Син Грех Город греха Хакон А это, скорее всего, разработчики Себя добавили Они любят это дело Пихает свои фотки везде, где можно Так, ну что, долгожданная встреча Карл и Элли Они раньше жили в Москве Квартных магазинов В другом месте Интересно, что с ними теперь? Он постоянно лез в драку Если кто-нибудь плохо говорил обо мне А я говорила Что-то слова мне плевать Нужно отдать ему должное Он никому не позволял оскорблять свою мать Стоило догадаться, что Фрэнсис и Эвери никуда не уйдут Даже если их попросить Но что еще мы могли сделать? Нам никто не хотел помогать Даже миротворцы А что теперь? Я не могу спать Я каждый раз вижу его ясные голубые глаза Когда закрываю свои Я тоже И глаза всех из нашей команды Эти кошмары Ну я не мог его спасти Такого варианта, к сожалению, не предусмотрено Хотя бы отомстил Наказал ублюдков Ты Эйден? Тебя ждут Проходи встреча в VIP кабинете Атмосфера дружеская Прямо, блядь, как ужин на Рождество Сейчас будет очень важное решение Кем ты себя возомнил, Жэнс? Успокойся, Джек Пока тебя не хватил удар Этот план дерьмо? Предложи свой Я предложу Ничего не делать Это гораздо проще Командир, не пора ли поставить к стенке эту мразь? Ого! Псы начали гавкать Похоже, мне нужно лучше вести себя Эй, остыньте Вы позвали меня что-то спланировать? Эйден Это чертежители башни Если подадим туда электричество То сможем восстановить связь Люди в городе узнают о нашем успехе И смогут прийти и помочь нам Значит, вы планируете транслировать пропаганду? Все, что поможет нам отбиться от ренегатов Когда мясник увидит, насколько мы сильны Он отступит И войны не будет Впрочем, сначала мы должны кое-что сделать Видишь здание? Это подстанция, питающая весь район Если ее запустить, мы сможем запитать телебашню Мои люди уже идут туда Первый шаг обезопасить периметр вокруг телецентра Мои люди займутся Выдвигайся, сэр Конечно, Роу Удачи Мы не подведем вас, сэр Будем стараться Тебя спрашивали, Вержбовские Шевели жопой, нас ждут Еще раз ты так заговоришь со мной Перед моими бойцами Я возьму нож и отрежу тебе хер О, представляю, скольких раздавит дворе Заткнись Мы не могли бы снова вернуться к плану Спасибо После того, как щенки Джека захватят вход Мои люди принесут лампы и обустроят форпост А потом Если все пройдет гладко А так определенно и будет Поскольку автор плана Сам главнокомандующий Нарывайся Ты включишь лифт и поднимешься наверх А на крыше Ты подключишь передатчик к антенне Понятно? Они мило общаются Я такого даже не ожидал Ну, во всяком случае, договориться они могут Говорят, что это очень опасное место И не говори Опасное? А какое место тут не опасное? Идут наши лучшие люди Ты будешь работать с Роу Пусть он и заноза в заднице Но на него можно положить Если что, я на связи Роу отличный чувак Какой же он заноза Ко всему зданию будет подведено электричество А люди Роу светят периметр лампами Понятно Видишь, Хуан Вот так нужно выполнять приказы Или идти на верную смерть Но Это не я рискую своей головой Встретимся у телебашни Нас ждет очень важный день Да Великий день, чтобы умереть Эйден Я слышала, что Джек и Хуан Пытаются втянуть тебя в какое-то дерьмо Жду закусочной А кто поддерживает Хуана В чем у вас сила Вот У меня очко прокачки есть Тут два варианта Выстрел в движении Учитесь использовать стрелковое оружие Во время паркура Вау Маловероятно, конечно, что я буду этим пользоваться Но пускай будет Так, теперь поговорим с Лоан Она внесет некоторую ясность в этом деле Баба мудрая И туда вон внутрь попасть Там кассета какая-то Эйден Ты уже давно с нами Ты уже практически один из нас Давайте тогда послушаем все-таки кассету Дневник Фрэнка Марви номер 3 А где дневник Фрэнка Марви Обращенный к его погибшей жене В третьей записи Фрэнк и Киллиан спорят Знаешь, они Всегда со мной Да и в котором На моих глазах Прыдуны оторвали ноги Эдгар Да все они Но хуже всех Равик Я был в гневе Когда он поддержал Хакона Но в итоге Сопляк все-таки явился Глупый пацан Поговорим О чем-нибудь другом Я тут Подумал Может Пора к тебе отправиться Хрэнк Отвяжись ты от бутылки Ты воняешь Не нравится вонь Вали Киллиан Не могу видеть Как ты себя травишь Ну так закрой глаза А Видишь их Да и его Эдгара Равика И того Другого Парнишку Какого там Паршивый Из него Вышел бы бегун Антон Насчет него Ты был прав Но не насчет задания Будь мы Все вместе Все бы обошлось Тогда бы Все погибли Заткнись Помнишь Мои слова Отправляясь На задание Мы отправляемся На смерть Есть вещи Поважнее жизни Не все это понимают Не всем это нужно Мы встречаем смерть с гордостью Ибо это путь от тьмы к свету Какая же это поебень Фрэнк Отпусти все это И Равика Что сделано То сделано Съебись ты нахуй Киллиан Видеть тебя больше не хочу Я мудак Сраный мудак Ну понятно Страдания Фрэнка А мы пойдем В то же самое место Где они погибли Дневник 4 Аудио Дневник Фрэнка Марви Обращенный К его погибшей жене В четвертой записи Фрэнк рассказывает О появлении В его жизни Луан Его голос Услышен Проблеск надежды Вечность бы с тобой Болтал Но людям Им Блять Постоянно От меня Что-то надо Даже Луан Не дает мне Дух перевести Я тебе О ней Рассказывал Подобрал Пару лет назад Когда мы Строили Захусочную Его Спитали Кочевники А была Совсем Потерянная И объяснил ей Что хорошо А что плохо Ну я Я надеюсь Да Она любит Всех на место Ставить Вламывается Ко мне Как сержант Миротворца Слухает Не бухаю ли я Зато Помогает В закусочной Приятно Что обо мне Снова Заботятся Хакон и Киллиан Этих Хуил Давно Нет Вот так Луан Та еще Штучка Она умная Умная Но упрямая Как ребенок Помнишь Мы с тобой Хотели Завести Детей Иногда Я убираю Бутылку И помогаю Этой Наглой Соплечке С делами Может Она Может Однажды Она Закончит То Что я Начал А Не важно Я мало Уделяю Внимание Потому что Бухаю Не хочу Чтобы она Натворила Глупостей Есть в ней Чертовщинка Вот Это моя Последняя Запись Прощай Ханна Ты была Лучшей Пусть во мне И говорит Алкоголь Завтра Я Уничтожу Этот дневник Ну А пока Будем Последняя Запись Уничтожит Дневник Я надеюсь Он не собрался Покончить Жизнью Я так понимаю Это так и задумано Что сначала Третья Четвертая Кассеты А потом Первая Вторая Видимо Там Какие-то Подробности Будут Важные Которые Пока Не хотят Показывать Эх Туда Пока Закрыт Проход А вот И она Мудерая Баба Решила Отдохнуть От убийств И навестить Меня Просто Пытаюсь Уберечь Тебя Что Хотят Эти Психи Попросили Меня Забраться На Телебашню Что Сукины Дети Знаешь Что Это За место Самое Высокое Здание В городе Ну Ну я Смогу Ненавижу Этих Уродов Роу Мейер Они Нормальные Но Джек И Хуан Всегда Готовы Ударить В спину И Хуан Тоже Да Ну да Хуан Такой Скользкий Тип Вот Луан Надо Внимательно Слушать На Хрени Не Скажет В чем Дело Да Не в чем Кроме того Что там Фрэнк Потерял Ночных Бегунов И ногу Джек И Хуан Скормят Тебя Зараженным Волкам Ради Своих Целей Ты Просто Их Инструмент Ёбаные Маньяки Все В порядке Джек Сказал Со мной Будут Миротворцы А Джек Случайно Не Сказал О Тварях Что Там Живут Я Знаю Что Это Опасно Луан Я Должен Слышала Там Такое Что Никто Никогда Не Видел Точнее Чтобы Видел И Выжил При Этом Похоже Ты Напугана Конечно Я Напугана Эйден Ой Какая Ты Заботливая Пошел Ты Послушай Фрэнк Уже Пытался Сделать То Что Планирует Джек Это Закончилось Трагедией Не Веришь Сам У Него Спроси Эйден Вход На Телецентр Под нашим Контролем Ждем Только Тебя Лентяй Эйден Ты Там Поговори С Фрэнком Эйден Пожалуйста Не Делай Этого Эйден Ответь Ну Конечно Надо Поговорить Я Думаю У него Есть Что Сказать Ладно Поговорю С Фрэнком Спасибо Эйден Это Будет Правильно Ру Тороплюсь Изо всех сил Дело Есть Быстрее Эйден Мы Тебя Ждем Я буду Доверять Луан Все Таки Она Такой Луч Света В этом мире Дружище Наконец-то Нашел Себе Отличное Жилье Прямо Над Ёбанной Темной Зоной Будут Проблемы Иди К Фрэнку Идем К Фрэнку Как раз Давненько Его не видели Вот Как раз Это его комната Тут есть Эта Кассета Храпит Боже Какой Бардак Вот Дневник Фрэнка Номер Один Аудиодневник Фрэнка Марви Обращенный К его Погибшей Жене В первой Записи Фрэнк Рассказывает Об Открытии Закусочной Лапуль Как там У тебя Делишки Может Хоть Открытку Мне Отправишь Или Трусики Ты В бою Носишь Трусики Как я Скучаю Жаль Ты не Видишь Какую Закусочную Мы тут Отстроили Какую Перушку Закатили На открытии Ребята Считают Мы делаем Важное Дело Люблю Их Киллиана Хакона Увидимся Фрэнк Осторожней С моим Кассетником Не сломай Не сломаю Иди Нахуй Доброй ночи Знаешь Когда Тебя не стало Я посвятил Всего себя Ночным бегунам С тех пор Как развалилась Армия На нас Все льют Дерьмо А на наши Старания Всем плевать Нас зовут Торчками Из ингибиторов Ни хрена Они не понимают Короче Взял я Киллиана Ихакона И говорю Построим дом В котором Все Вообще Все Могли бы Спокойно Собираться Батя мой Архитектором Был Помнишь Я у него Понабрался Всяких штук Туда Сюда Хуяк Хуяк И Оп Закусочная Готова Выглядит Так себе Она как Страшненький Но любимый Ребенок Офигительно Да Место Классное Не отбабахали Рыбий глаз Это просто Чудо Какое Посмотрите Как выглядит Красотища Жаль Никто Не выступает Гитарка Стоит Подошел Сбринчал Фрэнк Ты живой Друг? А? Рэйвик? Я ж Бля Просил Меня Оставить В покое Это я Эйден Кто? А Это ты Что надо? Расскажи мне О телебашне У нас Тогда Почти Вышла Эйден Почти Вышла Что бы Не говорили Другие У меня И правда Был хороший План Надежный План Но это Была Бойня Эйден Бойня Пускай Расскажет Полностью Все То Постоянно Какими-то Урывками Намеками Фрэнк Как мне Забраться На крышу Мы Зашли Внутрь Не в полном Составе Ублюдки Если бы Им хватило Верности Остаться Со мной Но Один Засомневался Из-за него Другие Заблудились Кто это был? Иуда Вот кто Если бы Не Раф Прошлое Мертво Как говорят Важно Только То Что Это был Конец Ночных Бегунов Раф Этот Самый Равик Ладно Но Как Попасть На крышу Ты не можешь Никто Не может А теперь Иди Нахуй Вот так Милая беседа Ну хоть Какая-то Информация Какого Фрэнк Возьми себя В руки Луан Просила Узнать Отели башня Зачем Тебе Знать Об этой Отской Дыре Я Собираюсь На телебашню Что ты Мне о ней Расскажешь Что Это Убьет Тебя Идиот Ты умрешь Как и все Остальные Как Все Мои Друзья Ты Ты не хочешь Повысить Хоть Как Мои Шансы Фрэнк Помоги Как мне Забраться На самый Верх Ты Не сможешь Никто Не сможет Без Электричества Понял Электричество Вот На что Надеюсь Так Это уже Что-то Вот зараза Буду пытать До последнего Ну видимо Все Гляну Есть ли Электричество Электричество Так Теперь Это красная Зона Кстати Электростанция Гаррисона Возможно Следует Сначала Ее Открыть Так Усилитель Ярости А почему Им не пользуюсь Временно Приводит Вас В ярость Снижая Получаемый Урон От оружия Ближнего Боя И увеличивая Наносимый Урон Вау Может Помочь Пока Не буду Делать Чтобы Не занимать Место Но надо Попробовать В бою Будет Так Ну что Откроем Электростанцию Сначала И Кассета Получается Тут Где Это Должна Быть Вторая Все Так Хотя Я тут Все Облазил Не Знаю Были Как Все Интересно И Не Просто Полетели На Электростанцию Эйден Что-то не так Я Я Потерял Связь С Парнями На Подстанции Что Происходит Не Знаю Но Электричество Отключилось Часть Моих Парней Уже В Башне Ты Ближе Всех Проверишь Конечно Займусь На Подстанцию Так Туда Как Раз Нам И Надо Лететь Да Окей Да То есть Я бы Туда Попал В любом Случа Да А Если бы Я Раньше Открыл Эту Подстанцию Или Она Была Заблокирована Ах Вы Ублюдки Церляца Эйден Отряд Еще В здании Нам Нужна Энергия Срочно Черт возьми Тут Полно Ренегатов Роу Но Я С Ними Разберусь Холера Роу Я Разобрался С Ренегатами Молодец Эйден Запусти Подстанцию Быстрее Окей Сейчас Многофункциональные Генераторы Так Нам Уже Рассказывали Про Них Это Мы Уже Знаем Так Видимо Впервые Я Должен Был Тут Столкнуться С этой Системой Дальше Би Ну то есть Наглядно Показывает Как все Это действует Ну да Я иногда Спешу Непоследовательно Прохожу Ну потому что Боюсь Что-то Пропустить Так Ингибиторы Тут Получается Что С той С той стороны Открывается Ага Не забыть Про тот Проход Назад Шестой Шестой Видите Злая Триш Дисбаланс Зараза Как тут Залезть Ага Так И куда Это я вылез Никуда По сути Дело Понятно Так А вот И двоечка Сюда Тянуть Надо Теперь Надо Найти Источник Так Контейнер Где-то Совсем Рядом А Немножко Выше А вот Единичка Ну Единичку Мы наверное Отсюда Сможем Запитать Длины Длины Наверное Не хватит Все-таки Да Полезли наверх Я думаю Там все будет Угу Точно А вот Ингибиторы Си Обнаружен Контейнер С ингибитором Ну Не просто Накрутили Накрутили Отсюда Мы уже Попадем Я так понимаю А нет Вообще Блин Опять Не с той Стороны Видимо Туда надо Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот зачем так делать, если кот рядом лежит? Примерное число Пи 3.14 Ну, небольшая загадка, типа, да? Все прекрасно, теперь не будет маячить надписи-то Рядом ингибиторы Так, а где у нас двоечка-то была? Я уж и забыл-то Память моя прекрасная Сначала найти надо, где двойка Все вижу В самом низу Ну, зараза застрял Должно хватить Да Так, и осталось единичка Ой-ой-ой-ой-ой Так Давайте выпьем защиту от электричества В кое-то веке Хе-хе-хе-хе А вот и проход пригодился Понятно теперь Так Так Надо найти единичку теперь А А это что у нас запитано там? Все прекрасно То есть, получается, ренегаты саботировали все это Они не хотят включения Башни Ага, кассета Велидорские известия Номер один Выпуски за 14 июня 2022 года Клариса Мортимер берет интервью У нескольких беженцев Из миллионов Спасающихся от вируса в мире Охваченном истерии THV Сегодня 14 июня 2022 года Вы слушаете новости Велидора Во вторник мы стали свидетелями Крупнейшего в истории переселения Правительство бездействует АВГМ молчит Люди утратили надежду Сотни тысяч беженцев От Гибралтара до Стамбула Отправились на поиски нового дома Они хотят одного Найти безопасное место для себя и близких Однако катастрофа затронула не только Европу В Америке погрузившиеся в хаосы За нехватки горючего Ввели военное положение В Японии из-за штамма THV Массово гибнут люди По всей Европе Закрываются государственные границы Почему ВГМ молчит Когда столько людей молит о помощи Передвигаться мы можем только на своих двоих Долго не продержимся Но если остановимся Погибнем Мы проехали 800 километров Но нам велели возвращаться Только куда возвращаться В пору самим рыть себе могилы Прямо здесь На мою маму нападли Как только мы приехали Они взяли ее и выбросили из окна Это все вина ВГМ Они отвернулись от нас Когда вирус вырвался из их лабораторий Отвернулись Чтобы мы не видели Как они пытаются скрыть свои преступления Это была Клариса Мортимер И новости Велидора То есть все скидывают на ВГМ Хотя они тоже виноваты Но про армию никто ничего не говорит Вроде как они самые виновные тут были В первую очередь Я все никак комикс не дочитаю Всем советую Тут есть комикс О событиях Которые были между первой и второй части Он же русифицирован Так что вперед Петушок Спасибо за помощь Шавка миротворская А теперь свали отсюда Нет Это вам лучше уйти Или Угрожаешь? Я уже весь просто трясусь от страха Покудахтай лучше Парни Думаете он будет визжать как свинья? Как и его дружки? Я Давайте это проверим Эйден Как ты пропускаешь такие удары? Так Подальше чуть отойти Держите-ка ребята Ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Вы все разгорите в адском пламени Хе-хе-хе-хе Сейчас прогорит все Приготовил курочку Петушка Вот так вот Красота Врубаем Слушайте еще есть генераторы А уже выжившие максимально прокачаны Или как так? Ну добиваем выживших уже Двусторонние тросы Выжившие Натягивают двусторонние тросы Во всех подконтрольных зонах Подхалим Хе-хе-хе-хе Почему подхалим? Я не понимаю Эй, Роу Все включено Я даже не знаю, что делать Роу Слышишь меня? Ой, дело плохо Слышим ли мы тебя? Здесь все сверкает, как блядка и елка Все целы? Да, парни отправились в глубь здания Скоро все будет под нашим контролем Топай сюда, пора мышцы размять Я знаю об одной пустой квартире Ну ладно, первая часть операции проведена успешно Какая ты милая Ну а на этом серия заканчивается Всем-то смотрел благодарствую До встречи Улучшим КМС-4 У тебя ничего не растет? Попробуй посадить люпины А что насчет овощей? В почве не хватает азота Сначала тебе нужно улучшить грунтовый профиль Как ты говоришь, все кажется так просто К сожалению, ничего не дается легко Сказал парень, у которого дети рождаются один за другим Можно подумать, у тебя жена крольчиха Думаешь, сделать столько детей это так легко? Ты не представляешь, как это утомляет Это здорово Тогда послушай этот Как бригада узнала, что умер прорат? Не знаю Потому что у него из руки выпала бутылка У меня такой начальник